Приветствую! С вами Павел Колесов. Я нахожусь сейчас в Израиле у стены плача. Давайте я вам покажу эту достопримечательность. Вот здесь у нас находится мужская половина. Вот там она, очень высокая стена. А вот там вот слева за заборчиком, пардон, справа за заборчиком находится женская половина. Женщины там стоят. Почему стена плача? Потому что вот там вот наверху, вот за этой решеткой находятся храмы, которые были иудейские, но их отобрали. Сейчас их захватили арабы, там мечети, ислам. И, собственно, стена плача – одно из самых печальных мест для иудеев. Потому что, в общем, вот, как говорится, близок локоть, да не укусишь. Что вот здесь вот ты можешь молиться, а вот там вот наверху, если будешь молиться по иудейски, тебя тут же арестуют. Если видите, здесь вот на стене очень много бумажек. И один из ритуалов заключается в том, что вы берете, записываете свое желание или желание на бумажке, на бумажку, и засовываете ее в стену плача. Нам экскурсовод сказал, я не знаю, насколько, правда, нет, что довольно часто вот те просьбы, те желания, те мечты, которые люди пишут на бумажке и здесь вставляют у стены плача, они сбываются, они реализуются. К чему я все это вам говорю? К тому, что, ну, если вы верующий, Господь будет вам помогать, если у вас есть ваше желание, если у вас есть ваши мечты. Потому что очень часто жизнь многих людей похожа, когда, знаете, наверное, анекдот, мужик едет в автобусе и думает, блин, ну почему жена такая тупая, ну почему начальник сволочный, почему дети такие недоумки, у него ангел-хранитель стоит за плечом, записывает, ну, какие-то странные желания. Жена тупая, начальник урод, дети недоумки, ну ладно, ну, значит, так и реализуем. Если вы хотите, чтобы у вас что-то происходило, вы должны очень хорошо понимать, чего именно вы хотите, каковы ваши желания, каковы ваши мечты. Потому что без этого никакой Господь, никакие высшие силы вам не помогут. Потому что в этом и сила, и слабость, в этом наше, это дар и наше проклятие, дар людей, дар осознанности, возможности выбирать, какую жизнью вы хотите жить, чего хотите вы достичь, каких результатов обрести, каким вершинам подняться, каких результатов вы хотите в своей личной жизни, в бизнесе, в зарабатывании денег, в самореализации, в финансах, в путешествиях и так далее, и так далее, и так далее. Кроме вас, этого решить, к сожалению, некому. Это можете решать только вы. Поэтому, ну, если будет возможность, конечно, приезжайте сюда, в Израиль, к Синей Плаче, оставьте свое желание, но даже простая техника, которую я даю, сядьте и запишите хотя бы 50 своих желаний, 50 своих мечт, 50 своих целей. Это уже очень сильно помогает вам, поможет вам начать разбираться, а чего вы хотите от жизни, и ваши мечты, если не сформулированы правильно, по технологии сбытия мечт, они начнут сбываться. Потому что мне было интересно побывать в этом месте, очень знаменитое место, что здесь вот площадь перед стеной плача. Вот, собственно, сама стеной плача. Это было одно из моих желаний, одно из множества моих желаний. Как видите, оно сбылось, оно реализовалось. Надеюсь, я, естественно, записал свои желания, потому что у меня желаний много, я много чего хочу. Я его оставил в стене. Надеюсь, что оно будет реализовано, и я смогу достичь следующих высот, которые я хочу. То же самое может быть у вас. Дорогие мои хорошие, чудесные, любимые, замечательные, еще раз услышите меня, пожалуйста. Кроме вас, чего вы хотите от жизни, не может знать никто. Сформулируйте свои мечты, сформулируйте свои желания. Потому что человек жив только до тех пор, пока жива его мечта. Как только человек у него мечта умирает, человек тоже начинает умирать. Вы достойны того, чтобы жить хорошо. Вы достойны того, чтобы жить счастливо. Но вы должны этого захотеть. Никакая высшая сила за вас этого захотеть не может. У вас есть дар. Дар выбирать. У вас есть свобода. Свобода выбирать. Свобода выбирать ту жизнь, которой вы хотите жить. Итого, задание. Напишите, пожалуйста, 50 своих желаний под этим видео. Если вам понравилось это видео, нажмите кнопку лайк, подпишитесь на мой канал и продолжайте смотреть мои видеоролики из разных мест планеты. Потому что я хочу, чтобы вы жили счастливо. Это достаточно просто. Это не дается даром, это не дается ни за что. Потому что для того, чтобы жить счастливо и успешно, нужно будет естественно вкладываться. Но это сильно проще, чем вы думаете сейчас. Поверьте мне, пожалуйста, я прошел уже значительную часть этого пути. Это просто, если хотеть, начните хотеть, начните мечтать. И мир начнет исполнять ваши желания. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы смотрите мои видеоролики. С вами из Израиля, из Иерусалима, от стены плача Павел Колесов. Пожалуйста, продолжайте мечтать. Этому миру нужны ваши мечты и ваши желания. Будьте счастливы. До следующих встреч. С вами Павел Колесов.